Проезд на выживание. В одной из городских маршруток Львова сломали руку ребенку. Как все произошло и кто за это ответит, выясняла Галина Якушко. Пока ты где-то стоял, что халился, ты не противоприжал, а я кто? Руку, я сломал. Марк показывает забинтованную руку. Переживает, гипс наложили на три недели. Теперь может не сдать экзамен по сольфеджио в музыкальной школе. В тот вечер он, как обычно, возвращался с мамой после уроков в музыкальной школе. Сели он в переполненную маршрутку. Когда дверь открывали на одной из остановок, мальчику зажало руку. Виной всему переполненный людьми транспорт, считает мама. У меня есть претензии, власне, до самого транспортного сообщества и города Львова. У них не можна в этой маршрутке впихнуться. А если впихнешься, ты не знаешь, что ты просто неушкодженный из той маршрутки выйдешь. Перевозчики оправдываются, брать меньше людей не могут. Но обещают, если их водитель виноват, то ущерб за лечение компенсируют. Физично водитель, если он закроет двери перед кем-то, но видит полный салон, например, в эталоне достаточно 40 пассажиров на окне приблизительно. И если он не остановится на остановке, а если остановится и не открывает двери, так же будут спрашиваться люди, потому что люди хотят ехать. Оплатить лечение могла бы и страховая компания. Но пока страховать жизнь и здоровье пассажиров никто не обязывает. Минская влада должна бы ставить одну из умов правил перебывания на данном маршрутке. Если Минская Рада не ставится вимога до перевозчиков, то перевозчики, конечно, экономляющие деньги, не укладывают такие добровольные договоры страхования. Впрочем, ждать позитивных изменений в транспортной системе города в ближайшее время не стоит. На днях глава Ассоциации перевозчиков Львова заявил, что в очередной раз подорожает проезд маршрутках. Тратить заработанные деньги на покупку новых автобусов перевозчики не собираются. Мол, заработанных денег не хватает на обновление автопарка. Виктор Ткачук, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов.